Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Мы не устраиваем больших заседаний, здесь каждому будет дана возможность высказать свою позицию, но и каждому могут быть заданы далеко не простые вопросы и никто не скажет, что нельзя давать ответа. Поэтому наша конференция – площадка с мнениями. Огромное спасибо всем тем, кто уже предоставил свои доклады. Большая просьба. Действительно, мы должны издать наши доклады и наши позиции, наши точки зрения ждут. Мы находимся в стенах, и этим мы действительно гордимся. Это второй университет России. Это самое главное – это альмамата российского востоковедения. И мы находимся в зале, где на нас смотрят портреты наших великих. И я надеюсь, что мы будем достойны их. Да, это как светские деятели, так и великие шахадхазы и хмарчани. Это те великие люди, достойными которыми мы постараемся быть. И, соответственно, очень важно, что именно на нас смотрят. Там стоит памятник Габдулу Тукаеве. Это единственный памятник в советскую эпоху, на котором было написано арабским шрифтом. И великий Тукай сказал нам сто лет тому назад, что Казань – это тот город, от которого российские мусульмане ждут почина в своих делах, ждут почина в своих мыслях, ждут почина в своих трудах. И я надеюсь, что мы все выполним завет нашего Тукая. Да, перед нашим обществом стоят большие проблемы, но действительно мы надеемся, что и эта оппозиция, и руководство Российской Федерации, в лице прежде всего президента Владимира Владимировича Путина, по развитию мусульманского образования в России. Мы горды своими деятелями, мы горды своими улемами Северного Кавказа, такими как Кунта-Хаджи, так как Сайпулан-Хадзи-Пашларах. Мы горды такими улемами, как Галинчан-Боруди, как Иезак-Ази-Фахредин, так Мусабики. И сейчас, когда радикализм захватывает многие уголки мира, страны, где многие из нас бывали, страны, у которых нас много друзей, мы должны сделать все для того, чтобы этот огонь насилия не распространился на наш родной дом. Я еще раз выращаю огромную благодарность прежде всего представителям Татарстана с сентября прошлого года. Здесь работает экспертный совет по развитию исламского и исламовеческого образования. Здесь участвуют представители органов власти, здесь участвуют представители Российского Исламского Института Казанского Исламского Университета, Духовного Управления Мусульман, представители Медрессе, и я надеюсь, что голос каждого из вас будет выслушан в эти два дня. Большое спасибо за внимание. И предоставляется, и начинаются сейчас вступительные слова. И первое слово предоставляется хозяину нашего федерального университета. Это ректор Казанского Федерального Университета Гафуров Ильчат Равкатович, профессор, депутат Государственного Совета Республики Татарстан. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад всех вас приветствовать здесь, в актовом зале Института международных отношений и востоковедения на данном уже пятом форуме. Вы знаете, вот только что говорили, что в работе форума принимают как ведущие ученые исламобеды Российской Федерации, представители духовных управлений мусульман России, исламских вузов, медресе, так и представители власти в лице Александра Михайловича Терентьева, представителя президента нашей республики, поскольку, наверное, известно уже много, что президент нашей республики определен президентом Российской Федерации, координатором по работе с исламским миром. Поэтому очень важно понимание всех тех процессов, которые происходят сегодня, в этом мире, и адекватное на них нахождение ответов. Только что уже говорилось, что в Российской Федерации стартовала программа по подготовке специалистов, с углубленным изучением истории и культуры ислама, и наш университет определен в ряду пяти университетов Российской Федерации как центр ответственности за реализацию этой программы. Основными задачами реализации программы по развитию исламского образования стала, конечно же, выработка адекватного ответа на современные вызовы, связанные с необходимостью возрождения отечественных традиций мусульманского образования. Даже по этому поводу, что же является традиционным мусульманским образованием, есть различные точки зрения, идут споры. И вот площадки академических вузов, площадки университетов должны как раз и найти ответ на эти вопросы тоже. Сегодня идет процесс наполнения этой программы конкретными проектами. В ряде структурных подразделений, в частности, в Санкт-Петербургском университете, в Казанском университете, определены отдельные центры ответственности, в нашем университете мы назвали этот центром превосходства исламского образования. Для понимания и объяснения процессов, которые происходят сегодня в быстро развивающейся регионах, и в исламском мире нужно, конечно же, глубокое знание основ ислама и мусульманской культурной традиции. Мы имеем достаточно большое количество наших университетов-партнеров в различных странах мира, и когда мы посещаем, когда мы отправляем студентов и преподавателей по линии академической мобильности, конечно же, нужно этих людей готовить. Как себя начинают процессы, как себя ввести по выходу в аэропорту, заканчивая теми проектами, которые мы с нашими университетами реализуем. И, конечно, очень легко реализовывать проекты в области естественного научного блока, там никаких проблем нет. Подходы к тем или иным явлениям природы, они одинаковы практически во всем мире. Мы как только связываемся с общественными науками, так сразу возникают различные толкования, может быть, от них и тех же процессов. И вот мне очень приятно сегодня то, что с нами присутствует или является руководителем и данного форума, и нашего центра Виталий Вячеславович Новомкин, который согласился возглавить наш центр и вести его научное сопровождение. А в то же время хочется сказать, что вот подобные конференции, они нам очень необходимы, как площадки для понимания друг друга. Да, иногда мы видим, вот, как я уже говорил, столкновение различных точек зрения. Но от этого диалог становится, мне кажется, только продуктивнее. Лучше спорить на научных конференциях за круглым столом, оперировая лишь цифрами и фактами, а не куда более жесткими аргументами. Концентрация большого количества людей с иным пониманием мира, к сожалению, может привести к значительным проблемам, что мы и наблюдаем в ряде не только исламских, но и западных государств. Мы видим, к чему это приводит, как сегодня относятся к тем же мигрантам в различных территориях. И я был невольным свидетелем, как Виталий Сайс сдавал интервью сейчас с телевидения, и тоже должен сказать, ведь мигранты нам необходимы при динамично развивающейся экономике. Но мы должны с вами делать все, чтобы они нормально адаптировались к нашим реалиям, к нашей действительности, к нашей культуре, чтобы именно они стали носителями нашей культуры, а не мы переориентировались и стали носителями культуры их. Хотя сближение культур всегда есть только много плюсов. У нас обучается огромное количество студентов в университете, сегодня их порядка 46 тысяч. Это люди с разным пониманием происходящего мира, это еще очень молодые люди, иногда приехавшиеся из различных регионов нашей страны, из стран ближнего зарубежья. В целом у нас обучается более 3000 иностранных студентов из 90 стран мира. И поэтому все эти люди живут на одной территории, на территории деревни, которая была построена под универсиаду 2013 года, проходящей на нашей территории. И в принципе мы делаем все, чтобы покинуть стены нашего университета, они остались близкими, друзьями и вспоминали, как место толерантного проживания, как место, где они приобрели большое количество друзей и не нашли ни одного соперника. И мы благодарны правительству Российской Федерации, которая поддержала программу по подготовке специалистов с углубленным изучением истории, культуры, ислама. Представляется важным, наверное, опыт нашего университета, как я уже сказал, который создал ресурсный центр. Он занимается ведь не только интеграцией образовательных и научных ресурсов в этой области, но и обеспечивает реальное взаимодействие религиозных и светских институтов для эффективной реализации государственной политики в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений. Мы особо благодарны институту, российскому институту, который находится на нашей территории, редко что здесь, одновременно он же является и профессором нашего университета, поскольку вопросы, связанные с подготовкой представителей духовенства, занимаются именно он. Но занимаются как на территории своего института, так и на территории Казанского федерального университета, на площадке нашего ресурсного центра. Мы еще только начали работать ресурсному центру очень мало лет. Если нашему университету более 210 лет, то ресурсному центру реально работающему чуть больше года. И он формируется. Мы должны подготовить хорошую базу ресурсную. У нас должен быть свой сайт, у нас должны быть свои материалы публикационные. И дальше мы должны разрабатывать программу, может быть, и оказывать содействие, и о формировании или становлении, правильно, наверное, новой академии, которая по указу президента Российской Федерации будет создаваться на территории Болгар, где был принят ИСААН более тысячи лет назад. Это самая северная точка ИСААН. Для нас это тоже актуально, поскольку Болгар является и культурным наследием нашего народа, тем не менее, значит, вот создание там собственной академии, оно тоже определенный вызов и определенная ответственность и руководству нашей республики, духовной части и, конечно же, нашему университету, как только что ведущий говорил, поскольку именно на территории Казанского императорского университета формировался восточный разряд, один из первых Российской Федерации. Я хочу пожелать вам удачи, чтобы дни, проведенные здесь для наших гостей, остались памятными, чтобы вы нашли возможность посмотреть достопримечательности столицы нашей республики, города Казань. И поблагодарить организаторов за то, что нашли возможность один из круглых столов посвятить памяти академика Клина Максимовича Примакова, почетного доктора нашего университета и близкого друга нашей республики. Большое всем спасибо и удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Виктор Рахматович, Акравка. И действительно, как это было сказано, для нас очень важно взаимодействие между представителями научно-образовательной среды, между представителями мусульманских религиозных организаций и между представителями органов власти. И слово предоставляется Александру Михайловичу Терентьеву, заместителю руководителя аппарата президента Республики Татарстан, руководителю департамента президента по вопросам внутренней политики. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники конференции. Наверное, в каких-то таких научных аудиториях мы делимся на государственных деятелей, религиозных деятелей, представителей научного сообщества. Но в жизни намного проще нам с вами приходится чаще совместно встречаться и обсуждать те практические вопросы, те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим обществом, стоят перед государством, стоят перед религиозными организациями, безусловно, и стоят в качестве оснаселения перед научным сообществом. И в последнее время такого типа конференций стало значительно больше по стране, республике Татарстан. И, условно, это радует, потому что мы вместе находим общие точки соприкосновения, общие понимания общественного развития. И я сердечно вас здесь приветствую на гостеприимной, многонациональной земле Татарстана. Вообще говоря, когда встречаются представители науки, религиозные деятели, кто занимается практическими вопросами, если это всегда создает хорошие предпосылки для дальнейшей именно практикой ориентированной совместной работы. Республика исторически является регионом с выраженным, многонациональным и многонациональным составом. На протяжении столетий территория современного Татарстана являлась одним из ведущих центров как мусульманского, так и православного образования в России. И за последние 25 лет, если речь вести о новой государственной, все же в современном этапе развития общества, Татарстан опять же стал одним из центров исламского образования. Российский исламский университет, 9 МДРС, сотни перемечейских курсов, курсы переподготовки духовенства на площадке республики. Все это создает такую достаточно серьезную предпосылку для содержательной работы. Отрадно отметить, что Казанский федеральный университет, в тесной связке с Академией наук, Российским исламским университетом, являются не только лидером в стоковедении и встоковедческом образовании, но и становятся важным экспертно-методическим центром. Так, в составе института, Джорджик Ачев об этом уже говорил, в составе института международных отношений, истории и встоковедения, достаточно продуктивно действует ресурсный центр по развитию исламского и исламовического образования. Эспертный совет при нем создан, Международный координационный центр исламикой, поздравить который согласился уважаемый Виталий Вячеславович. Их деятельность крайне важна именно сейчас, когда происходит трансформация мирового порядка, предпринимаются попытки подорвать мусульманский мир, идут противоречивые процессы. И я бы хотел сегодня, пользуясь аудиторией, выразить признательность Казанскому федеральному университету, и, честно, хочу сказать, лично вам, за то, что на протяжении последних лет университет последователь, так сказать, совместно с РИО, совместно с научным сообществом, развивает и поддерживает вопросы, касающиеся религиозного образования. За последние 25 лет в республике саму цифру, только вы представьте, в 47, то есть фактически в 50 раз увеличилось количество религиозных организаций. То есть это некий, так сказать, фактический взрыв. Сегодня более 1400 в республике Тарстан только исламских, официально зарегистрированных организаций, мусульманских. И сегодня есть глубокое понимание того, что религиозная сфера – это зона особого внимания, требующая деликатного отношения и ежедневной системной работы. Ведь после десятилетия тотального отрицания веры и религии нам досталось непростое наследство, которое до сих пор способствует и сегодня проникновению чуждых, как мы говорим, не традиционных, а порой радикально религиозных идей и течений. Тем более, что во многих уголках планеты все активнее заявляют в себе силы, лицемерно прикрывающие именем ислама свои преступления. В странах, где совсем недавно царили законы порядок, протекала мирная и спокойная жизнь, сегодня льется кровь, гибнут мирные люди, гибнут объекты, которые являются достоянием всего человечества. Безусловно, это влияние оказывает серьезное на весь мир порядок, на то, что происходит и в нашей стране, на миропонимание, на ощущение этого мира, в том числе и прежде всего мусульманами Российской Федерации. Поэтому все это очень непросто, и, к сожалению, об этом вы знаете, экстремистские проявления имели место и в Республике Тарстан, у всех еще памятник 12-й год, когда были подорваны машины муфти, когда был застрелен заместитель Урл-Хазрат, руководитель отдела к тому времени. Все эти террористические акты, они стали, безусловно, серьезным испытанием на прочность самой Республики, правоохранительным органам, совместно с централизованными религиозными организациями, органами власти удалось сохранить мир и порядок, и вместо ожидаемого организаторами этих терактов раскола общество только консолидировалось, объединилось в противостоянии этому злу. После этого были приняты достаточно серьезные меры на уровне государственного, меры поддержки религиозных организаций, меры по развитию, прежде всего, религиозного образования. Мы усвоили этот горький урок истории, и есть понимание того, что корни современных проблем лежат в сфере именно религиозного образования. Неверство в любой форме, в любой сфере никогда не приносило хороших ходов, тем более, если речь вести об исламе, где очень много течений, очень много тонкостей, и люди, которые, так сказать, не посвящены, могут поддаться любым, так сказать, красивым идеям. А, как правило, идеи радикальны, они упаковываются красиво. Есть понимание того, что современное отечественное религиозное образование и уровень подготовки священного служителя сегодня в Российской Федерации не позволяет успешно справляться с теми вызовами, которые есть. То есть перед нами стоят серьезные задачи модернизации и совершенствования развития исламского образования. В этой связи перед нами стоит важнейшая задача организации именно эффективной системной работы по религиозному образованию. Нам необходим крупный научно-образовательный, духовно-просветительский центр, который должен способствовать консолидации российского мусульманского духовенства и авторитетных иностранных ученых в деле укрепления позиций традиционного для России ислама. Это позволило бы решить задачи, которые поставил перед нами, перед всем сообществом, перед наукой в том числе и перед религиозными организациями президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда речь ввел о высшем уровне, что нужно завершить, сформировать высший уровень системы образования религиозного. В этой связи Республика Тарстана выступил с инициативой о создании Болгарской Исламской Академии, о чем уже Ильич Акадьевич говорил. Эта идея, кстати, поддержана президентом страны, правительством Российской Федерации, даны соответствующие поручения. Среди учредителей выступают Духовное управление мусульман Республики Тарстан, Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Российской Федерации. Безусловно, речь идет о том, что будет размещаться данная Болгарская Исламская Академия в Болгаре, там, где был принят Ислам в 1922 году, там, где в 1080 году был создан Болгарский университет, тогда он назывался Дом знаний, в котором учились, в том числе, представители Средней Азии, арабы учились, то есть были очень сильнейшие эфирские педагоги и татарское богословское наследие, насчитывает более 68 тысяч общеизвестных, признанных в мире трактатов различных. Безусловно, сегодня стоит задача аккумулировать все это богословское наследие, которое было присуще для многих поколений татар, проживающих, и мусульман, проживающих в Российской Федерации. И тот же самый Болгар, если вспомнить, совсем недавно, в этом году именно в Болгаре была принята доктрина социального служения, доктрина, принятая всеми централизованными мусульманскими организациями Российской Федерации, доктрина, которая отвечает на те вызовы, которые сегодня имеются, где говорится об отношении мусульман к обществу, государству, к тем или иным проблемам. То есть, некая такая консолидированная позиция мусульман России. Хочется надеяться, что создание Академии серьезно купит позиции традиционного для нас ислама, как неотъемлемой составляющей российской государственности, в том числе, в рамках деятельности группы стратегического видения России и исламский мир, которую доверено возглавить Рустаму Рогалевичу Механову, нашему президенту, президенту Республики Патарстан. Многие мероприятия, в том числе и конференции в Москве уже прошло в рамках деятельности этой группы, составлен достаточно обширный план, где также уделяется большое внимание научной, научно-практической работе. Хочу проинформировать вас, что вчера президентом Республики Патарстан подписан указ о создании Бугарской Исламской Академии и воссоздании храма Казанской иконы Божьей Матери. Убежден, что строительство этих действительно важнейших объектов позволит нам укрепить мир и согласие не только на территории нашей Республики, но и в целом Российской Федерации. Предполагается, что 21 мая 2016 года в Бугаре в день принятия Ислама, официальный день принятия Ислама будет заложен первый камень. В основании Бугарской Академии сегодня идутся наработки активны. 21 июля в день обретения Казанской иконы Божьей Матери будет заложен первый камень, фундамент храма, который некогда стоял в составе Богородицкого монастыря. Коллеги, не случайно на сегодняшней конференции планируется обсудить вопросы современного состояния российского мусульманского общества, отношения мусульман к государству, политики, отношения мусульман между собой и с представителями других конфессий, позиции ислама к радикализму, а также рассмотреть проблемы мусульманского образования. Все это актуальные вопросы, без которых, безусловно, требуют общего осмысления. Поэтому надеюсь, что вырубленные совместные рекомендации будут иметь для нас практическую пользу и послужат общему делу укрепления мира и согласия. Желаю форуму удовольной работы всем его участникам здоровья, мира, благополучия и милости Всевышнего. Большое спасибо, Александр Михайлович. Было упомянуто о заседании группы стратегического видения России «Исламский мир», которая прошла 11 июня этого года в президент-отеле в городе Москве. Целый ряд присутствующих в зале там присутствовали и действительно выступление Рустама Нургалиевича Миниханова, оно открывало это заседание и очень важно, что президент нашей республики в сентябре состоялись всенародные выборы президента нашей республики, которые показали очень высокую поддержку политике. Очень важно, что именно этот авторитетный лидер возглавил эту структуру. Мне очень сложно представлять следующего оратора, но вот он тоже был одним из основных ораторов на заседании группы стратегического видения России «Исламский мир». Виталий Вячеславович Наумкин даже когда возглавлял Центр арабских исследований, десятки лет он занимался российскими мусульманами, десятки лет он со своего детства в Свердловске в Екатеринбурге очень хорошо знает татарскую среду и классическим фильмом, по которому знает ислам в республике Татарстан, был тот фильм, который Виталий Вячеславович снимал для канала «Россия Альявна». И сейчас мы все очень рады, что Виталий Вячеславович согласился на наши просьбы и сейчас он является нашим научным лидером. Слово предоставляется Виталию Вячеславовичу Наумкину, научному руководителю Института Востоковедения РАН, директору Международного Координационного Центра Исламика, Института Международных Отношений Истории и Востоковедения Казанского Федерального Университета, члену-корреспонденту Российской Академии Наук. Спасибо, Виталий Вячеславович. Большое спасибо, уважаемый Ильич Атравкатович, уважаемые коллеги, друзья, гости. Я хочу просто порассуждать на тему, на которой мы собрались, а не представляя вам какой-то научный доклад. Я думаю, что мы это сделаем в рамках функционирования уже центра, который, я надеюсь, быстро встанет на ноги. Я считаю, что это очень знаменательное событие, то, что такой центр создается и то, что сегодня Татарстан начинает играть столь значимую роль на поле исламской цивилизации не только в рамках России, но за ее рубежами. Я не хочу повторять уже известную мысль о том, что татарское богословское наследие является ключевым во всех тех процессах, которые сегодня являются очень важными для российской государственности, для противоборства со страшным радикализмом идущим к нам с юга и расползающимся подобно раковой опухоли по исламскому миру и за его пределами. и мне кажется, что совершенно правильно здесь говорилось о том, что именно татарское богословское наследие и та модель вообще, которую представляет миру Татарстан, модель конструктивного и благополучного сожительства, сотрудничества ислама и христианства и различных этнических групп, прежде всего русских и татар, православных и мусульман. Эта модель сегодня особенно востребована, я думаю, и везде в исламском мире, потому что сегодня мы видим, что в регионе, скажем, Ближнего и Среднего Востока регион, который мне особенно близок, поскольку я там прожил много лет, начиная с обучения в университете в Каире. И этот регион сегодня совершенно неожиданно, я имею в виду, прежде всего арабский мир, вступил в период невиданной турбулентности, и то, что сегодня происходит там, это находится на языке у всех людей во всех странах мира, все сегодня следят за тем, что там происходит, и совершенно правильно говорилось, что, казалось бы, благополучные в недавнем прошлом страны, сегодня включены число так называемых провалившихся государств, по-английски «Fact State», 10 таких государств в мире, из них 5 находятся сегодня на Ближнем Востоке. это очень грустно, печально, потому что это странно, которое мы знаем, я помню, какая была Сирия, еще совсем недавно, насколько она была безопасна и комфортна, и так же точно для совместного проживания людей различных конфессий, в том числе близких нам, то есть мусульман и православных арабов, и не только арабов, но и меньшинств, страна, где и меньшинства достаточно благополучно между собой существовали. Разве что у Курдских вопрос всегда был проблемным, он еще о себе заявил. Это другой вопрос отдельный. И он сегодня сталкивается, этот мир, с кризисами, которые нам тоже нужно иметь в виду, что они носят общемировое значение. Это, во-первых, кризис идентичности, а проблема национальной и религиозной идентичности, она сегодня так или иначе стоит перед всеми людьми в мире, она обострена в современном мире, в условиях, понятно, почему, в условиях бурной глобализации эти вопросы волнуют каждого человека, кто я, кто другие, в каких мы отношениях должны быть, с соседями, с людьми, с другими. И это первое. И второй вызов это вызов национальным государствам, которые были основой мирового порядка в течение долгого времени и которые сегодня в этом регионе, я возвращаюсь опять к ближнему и среднему Востоку, начинают трещать пошло. В том, что некоторые аналитики в этих государствах стали говорить о том, что будут меняться границы, что сломана система САИС-ПИКО, которая после Первой мировой войны разделила этот регион на государство. И вот эти вызовы, они сегодня являются очень серьезными, повторяю, они затрагивают сегодня всех и о радикализме, терроризме, экстремизме мы будем говорить, насколько я понимаю, на отдельном круглом столе, но я хотел бы сказать, что именно модель Татарстана здесь очень важна. Понятно, что мне кажется, важность того, что вы сегодня здесь делаете, чему я причастен в данном случае оказался, это очень важно в том смысле, что сегодня объединяются воедино исламское образование, ну не воедино, конечно, а начинают тесно сотрудничать исламское образование и то, что делается в религиозной сфере и светское полуисламовение, которое носит наднациональный, надконфессиональный характер, и очень хорошо, что в этом исламоведческом дискурсе участвуют как мусульмане, так и немусульмане, и я надеюсь, что мы привлечем сюда очень видных ученых, общественных деятелей, политиков, потому что проблема, связанная с исламским миром, она так или иначе сегодня затрагивает всех, всех, и те процессы, которые портят, к сожалению, репутацию ислама, никуда от этого не денешься, им нужно сегодня противостоять. Я думаю, почему еще это важно, объединение различных представителей различных конфессий и этнических групп, потому что для немусульман сегодня очень важно, чтобы именно вы, и никто лучше вас в Татарстане этого не сделает, чтобы сегодня очень активно действовали для того, чтобы показывать немусульманам величие исламской цивилизации, исламской науки, исламского наследия, которые искажаются террористами, экстремистами. Ислам плюористической религии немного направлений, но, к сожалению, та нетерпимость, злоба, которую несут эти люди, интерпретирующая его совершенно ужасно, она, конечно, портит жизнь и грозит нам очень тяжелыми последствиями. Вот эти люди, которые распространяют сегодня активно свои идеи через, к сожалению, через интернет, через социальные сети, что влияет на умы, на мозги, они исходят вообще из того, что все, кто не разделяет их идеи, они просто подлежат уничтожению. Здесь богословом очень важно разобраться, именно быть хорошо подкованными, разобраться в наследии, чтобы грамотно этому противостоять. Недостаточно сказать просто, что ислам мирное и хорошее религие. Это уже все сказали, и никто в этом не сомневается, но этого недостаточно. Нужны аргументы, серьезные аргументы, хорошо подготовленные люди, причем как мусульман, так и немусульман, которые тоже должны в это внести очень важны сегодня лепту внести. И мы всегда призываем наших коллег, и они этому способствуют. Скажем, в одной из четырех школ суннизма в ханбализме есть несколько интерпретаторов, которые интерпретируют хадисы и фиг ибн ханбаль в том духе, что неверные вообще подлежат уничтожению. И противостоять этим фундаментальным основам такого искаженного богословия очень важно с позиции образованных грамотных людей. Но, к сожалению, не всегда это делается. Вот я некоторое время тому назад перевел на русский язык и издал один замечательный небольшой труд великого мыслителя исламского имама Аль-Газали, который назывался Кустаса Мастаки «Правильные лесы», где он доказывал справедливость постулатов ислама через положение арестокелевской логики. Блестящий, небольшой, потрясающий интересный труд, он издан на русском языке. И вот меня запомнило одну вещь очень любопытную. Причем это, представляете, 11-12 век этот великий мышлитель писал, что вот человек, который ошибается в чем-то в религиозном плане, если он сознательно ошибается, это одно, а если он заблуждается, потому что он не знает, думает, что он поступает правильно, но из-за того, что он не так понимает, он делает неправильно, это не значит, что он будет за это наказан Аллахом. И если человек, например, мусульманин молится, обращается по направлению Тыбля, в сторону Мекки, и вот если человек думает, что он обращается, повернулся на Тыблю, а повернулся в другом направлении, если он думает, что он правильно это делает, то, как пишет Газали, у него будет джаза, то есть Аллах его вознаградит, потому что он думает, что он делает правильно. А если он будет правильно поворачиваться на Тыблю, то у него будет джаза ант, то есть у него будет двойное воздаяние. Он не будет за это наказан. Понимаете, столь свободолюбивые, толерантные мысли в XI веке, если их сопоставить сегодня с тем, что говорят некоторые мусульманские богословы за рубежами нашей страны, в том числе не входящие далеко в ИГИЛ и другие подобные организации, понимаете, то это встает вопрос нам, почему через тысячу лет вдруг такой разворот произошел этих людей сторонами каких-то жестоких, страшных, человеконенавистнических, можно сказать, установок. Поэтому, мне кажется, сегодня модернизаторское, правильное, соответствующее нормальной жизни современного мира, понимание ислама очень важно. Я не хочу долго говорить, но я хотел бы еще сказать еще об одной важной вещи. Вот я только что был в Агудабе на таком так называемом стратегическом форуме, где собрались там и исламские ученые, и зарубежные, вот, и там было много, так сказать, на нас нападок, и вдруг неожиданно совершенно я слышал такой постулат, что вот вы, значит, установили православно-шиитский союз, потому что в Сирии, да, с Ираном вы начинаете работать и так далее. И вот я очень жестко спорил по этому вопросу, о каком можно говорить православно-шиитском союзе, когда в нашей стране 20 миллионов мусульман, подавляющее большинство которых сунни. Потому что если говорить о православии, то 4 патриархата, которые старше русской православной церкви, они находятся в суннидских странах на Ближнем Востоке. Александрийский, Константинопольский, Антиофийский, Иерусалимский. Поэтому мы как раз связаны тесными узами именно с этой частью ислама, который вообще неразделим. И сегодня вот это вот сектантское разделение внутри конфессионального ислама, оно тоже очень страшное. Это рознь, которую эти люди исповедуют. Я думаю, что это противостоять и нужно тоже совместными усилиями и исламских, религиозных ученых, и светских. И совершенно справедливо было сказано про обеспечение комфортного существования мигрантов, сотрудничества с ними. И в заключение хочу выразить признательность коллегам Казанского федерального университета и его руководству ректору Раптатовичу за то, что вы так хорошо сотрудничаете с учеными из Академии наук из Москвы. Я думаю, что мы постараемся внести свой вклад, чтобы исламоведение в Патарстане росло и развивалось. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Виталий Вячеславович. Мы очень надеемся, что традиции московского исламоведения будут востребованы на нашей земле. И действительно, когда мы говорим о Казани, третьей столице России, да, замечательно, у нас есть универсиада, да, замечательно, у нас чемпион надмира по родным видам спорта, но прежде всего у нас есть университет и у нас есть великая наука. И следующее слово предоставляется Мухаммедшину Рафику Мухаммедшевичу, который выступает в двух функциях как заместитель председателя духовного управления мусульман Республики Татарстан по образованию, ректор Российского Исламского Института город Казань, доктор политических наук, ну, еще и профессор Казанского Федерального Университета. Я хочу еще раз выразить благодарность Рафику Мухаммедшевичу и его коллегам за ту помощь и сотрудничество, которую они нам оказывают в рамках экспертного совета. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот, пятый раз мы собираемся в стенах Казанского Федерального Университета форум «Исламо-мультикультурном мире». Ну, Ильша Трафкатович уже говорил о том, что с 2017 года пять государственных вузов принимают участие в реализации программы углубленного изучения истории культуры ислама. Здесь заслуга государственных вузов безусловно очень большая, поскольку без государственных вузов исламского учебного заведения обучать методологии, методики, ну и всему то, что они знают довольно сложно. И в рамках реализации этой программы появилась уже научная площадка, которая обсуждает многие проблемы. Ну, многие, наверное, принимают участие в восьмой год вот Борисовские чтения проходят в Москве. Восьмой год они уже недавно прошли в Уфе восемь лет уже проходят идеалы ценностей ислама. Пятигорск тоже проводит свои круглые столы, конференции, посвященные государственным конфессиональным отношениям. Вот пять лет в Казанском федеральном университете тоже появился этот форум, но первый год он казался довольно разношостным, но тем не менее можно сказать, что этот форум нашел свое лицо. То есть форум особенно специфика заключается в том, что создаются самостоятельные площадки, в рамках этих площадок обсуждаются те актуальные проблемы, о чем уже говорили. В этом году это проблема радикализации ислама, система мусульманского образования, актуальная проблема мусульманского сообщества России. Вот это действительно все очень важно. Но когда мы говорим развитие исламского образования, на самом деле здесь очень много концептуальных вещей, которые необходимо нам всем сообщать, обсуждать, принимать какое-то решение, чтобы дальше продвигаться. Вот буквально недавно мы в Петербурге обсуждали концепцию развития исламского образования, концепцию развития углубленного изучения истории, ислама называется. Здесь вопрос. даже собой понимание, что такое исламское образование. Исламоведческое образование, исламское образование, чем они принципиально отличаются. Но это тоже, в общем-то, научный процесс. Когда мы говорим после вузовской системы развития исламского образования, и случайно сегодня выступающие уже неоднократно озвучили идею Булгарско-Исламской Академии. Что себе представляет Булгарско-Исламская Академия? Это система после вузовского образования. Сегодня действительно очень важно, когда мы говорим систему исламского образования довести до определенного логического конца. Мадресы у нас уже работают, вузово-Исламской учебной заведении выше. Они как бы работают, но вот после вузовского образования как его реализовать? С одной стороны, мы буквально недавно слышали, наверное, что теология наконец-то стала уже частью научной дисциплины. То есть скоро, скорее всего появятся советы по защите докторских кинезатских диссертаций по мусульманскому теологии, по мусульманской теологии, по исламской теологии. Но, к сожалению, до сих пор мы не знаем, что себя представляет теология вообще. Где методологическая основа теологии? Где предмет теологии? С этой точки зрения для научного сообщества тоже очень важно обсуждать эти вопросы. Но, когда наверное, Болгарско-Исламская академия, безусловно, это совершенно новая российская модель после вузовского образования. Только общими усилиями, то есть можно выстроить эту систему, чтобы мы получили конкурентоспособную научную среду, чтобы можно было готовить наших своих российских богословов. Ну, я надеюсь, что, как и каждый год, вот, Казанский форум ислам в мультикультурном мире, ну, туда уже приезжают многие известные исламокриды, и надеюсь, и этот год будет вот так год, и надеюсь, вот, актуальные вопросы, которые всех нас волнуют, мусульманское сообщество волнует, сегодня, ну, сегодня, завтра они будут рассмотрены, и, я надеюсь, все мы, в том числе, система государства подавать, наши немецкие коллеги, вы уже получите на ответ, что пойдем в эту сторону больше. Спасибо, Рашид. Конечно, и мы и хотелось бы за честь послания от наших коллег, с которыми мы провели десять всероссийских мусульманских форумов, и в 2005 году, когда впервые отмечался День Народного Единства в Нижнем Новгороде, тот праздник, который открывался ныне уже покойный патриарх коллекции, я помню, мы с Рамилем Равиновичем, с нашими нижегородскими коллегами, открыли всероссийский мусульманский форум. Теперь этот форум, площадкой этого форума стала Москва, стали страны, страны СНГ, и человек, который, он тоже татарстанец, он уроженец, а у шари, это 40 километров отсюда, он учился в Казани, он работал в Казани, это Равин Хазрат Гуин-Удин и позвольте зачитать приветствие от его имени. Уважаемые участники 5-го Казанского Международного Научного Форума Ислам Мультикультурном Мире, вы собрались сегодня в стенах Казанского Федерального Университета для решения актуальных проблем российского исламоведения и российского мусульманского сообщества. А среди вас классики российского исламоведения, представители более молодого поколения ученых, лидеры духовных управлений мусульман, ректоры и преподаватели мусульманских профессиональных учебных заведений. Я надеюсь, что сотрудничество и обмен мнениями между вами родит новые идеи и подскажет механизмы их воплощения. В наши кризисные времена на всех нас лишит ответственность по укреплению российской государственности, сплочению российского мусульманского сообщества, противодействию радикализма и экстремизма. Я верю, что на данном форуме представители мусульманского сообщества и исламоведных пишут новую страницу в развитии исламских традиций в России. Так сказал президент России Владимир Путин на открытии нового комплекса Московской соборной мечети. На протяжении веков в нашей стране развивались традиции, просвещенные исламом. И в том, что в России мирно сосуществуют разные народы, религии, безусловно, огромная заслуга мусульманской умы. Она внесла достойный слад в обеспечение согласия в нашем обществе и всегда стремилась строить внутренние межрелигиозные отношения, общение на принципах веротерпимости. Я убежден, что форум даст ценные идеи и предложения для группы стратегического видения России и исламский мир. Успехов в ваших делах, мира и водословения. Муфтий Шейх Равиль Байнудин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета Муфтиев России. Мы с ним встречались прошлую пятницу, когда в Москве проходила конференция, посвященная еще одному Великому Казанцу, первому свободно избранному муфтию России Галимжана Боруди и его медресе буквально в двух кварталах от нас. В Москве тоже сейчас идут курсы переподготовки имамов, важнейшая тоже задача противодействия радикализму, экстремизму, и поэтому Равиль Хазрат, Даня Хазрат Мухеддинов извинились и передали свое личное приветствие. Ну и поскольку у нас одновременно научная конференция, то мы переходим к другим докладам просьба докладчиков ограничиться 15 минутами, если это возможно. И первому предоставляется слово классику российского исламоведения Дмитрию Юрьевичу Арапову, доктору исторических наук, профессору Московского государственного университета имени Ломоносова, то есть первого и старейшего российского вуза. Тема его доклада первый советский законодательный документ об исламе. Я думаю, все в их курсе, что классический сборник, посвященный отношениям советского государства и мусульманам, трехтомник, который вышел в издательском доме Медина, это в огромной степени величайший труд и заслога Дмитрия Юрьевича. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Вот, спасибо большое. Ну, вы знаете, я думаю, что мне теперь надо брать деньги за то, что меня рукой можно потрогать. Вот, в свое время, Виталий Вячеславович, такая вещь была с Борисом Ассантовым Рыбаковым. Мне тоже сказали, вы с ним работаете? Я говорю, да, можно я вас потрогаю? Я бы сказал, ну, тогда давайте так, разрешите, а будет делиться. Уважаемые коллеги, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о том законодательном документе, именно документе, не акте, потому что это обращение к мусульманам, которое было опубликовано в рамках декрета, первых декретов советской власти, но, строго говоря, юридически именно документ. Этот документ датируется 20 ноября или 3 декабря 1917 года, подписан он двумя ключевыми фигурами в жизни советского общества, прецеднаркома Лениным и наркомнацем Сталином. Причем нету рукописного протографа, есть только четыре типографских текста. Эти четыре типографских текста стали основой для издания этого документа сборник дегреты советской власти, который в 1957 году, это самое такое замечательное издание, были подготовлены выдающимся советским и российским археографом Сигизмун Натановичем Натановичем Валковом. Который вообще был медилист, но дало задание, партия сказала «надо», Валк ответил «есть» и издал эти документы. И он очень добросовестно показал, что есть четыре типографских текста, в двух случаях подпись Ленина на первом месте, в двух случаях подпись Сталина на первом месте. Поэтому сказать, кто из них был главным составлением этого текста, мне сказать очень сложно. Значит, этот документ дарует полную свободу и равноправие исламу, его закону и учениям и отправлению вверх. При этом для меня было очень любопытно выяснить, а что вообще из себя представляли представления вот этих двух ключевых прибор в жизни советского общества, ну и назовем так советского ислама, что они знали об исламе. Ну давайте начнем с Владимира Ильича Ульянова. Значит, родился в семье Ильи Николаевича Ульянова, ученика Николая Ильминского, человека, который ведал миссионерским образованием Сибирской губернии. Значит, следовательно, я думаю, что отношение Ильянова в доме Ульянова было довольно прохладное. Потом Владимир Ильич попадает в Казань. Казанский исследователь Калчерин четко совершенно выявил, что в августе 1887 года Ленин жил в доме Ильминского на берегу Большого Кабана. Ну и затем краткое пребывание в университете во всяком случае тоже. И в Казани, я думаю, мнение и представление об исламе Ленина было довольно прохладным. Дальше долгий период борьбы, религию, религию, религия, И вот в 1912 году в Кракове Владимир Ильич конспектирует известную книгу ташкентского исламоведа Николая Петровича Островного, ученика Ильминского и пишет «Свобода ислама в Туркестане полная». И ислам здесь торжествует. Ну и в общем можно говорить, что представления об исламе на него были весьма отрывочные и не очень, скажем, радостные. Сталин. Сталин вырос и родился на Кавказе, долгие годы там работал, жил в Тифлисе, жил в Баку, и поэтому практические представления об исламе на него были довольно обширными. Я анализировал архивный фонд Сталина в РГАСПИ, это не Питерский архив. К сожалению, там очень отрывочная информация, но есть большая подборка документов Сталина об Азербайджане. Ну, в общем, это такая типичная антирелигиозная риторика, где специально ислам он не исследует, но это самую прятку характеристику. И поэтому, значит, когда дело дошло до этих событий, когда создается наркомнат, а для большевиков национальный вопрос был тесным образом связан с исламским, с исламским, с национальным, потому что 12 из 14 или 18 миллионов российских мусульман, подавляющее большинство это тюркоязычные, поэтому здесь, по мнению Академика Бартельта, национальные и религиозные были идентичны. Почему принимается такое радикальное и, в общем, такое оптимистическое решение? Ну, во-первых, этот документ обращен не только к внутрироссийским мусульманам, он обращен к мусульманам всего мира. Потому что, давайте, не забывайте, что та революция, которая произошла в 1917 году, планировалась как революция мировая, как первый этап начала мировой революции, и надо поднять весь мир. И поэтому здесь призыв к народам Востока, к мусульманам Востока, поднимайтесь, бейте врагов, бейте империалистов, мы даем вам полную свободу. И вот это обстоятельство говорит о том, что уже тогда, в 1917 году, в большевистской среде было понимание такое, или мусульмане с нами против Антанты, или мусульмане с Антанты против нас. И поэтому вся исламская политика большевиков уже в первые годы, во-первых, она была гораздо более терпимой по отношению к исламу, чем к русской православной церкви, затем она с одной стороны рассчитана на внутрироссийскую ситуацию, на гражданскую войну, где проблема и в Палутии, и при Урале, и на Северном Кавказе, и в Туркестане, а затем эта проблема зажечь пожар мировой. И отсюда съезд трудящихся востоков в Баку, где принимается призыв красного джихада. То есть с этой точки зрения вот этот документ, о котором я вот говорил и говорю, он очень важен, потому что это начало реализации той, в общем, терпимой по отношению к исламу большевистской политики, которая длилась примерно до 29-го года, когда в 29-м году все это сменилось в год Великого Перерова до жесточайшего закручения всех гаев. И так было до 41-го года, когда только вот это страшное испытание Великой Отечественной войны привели большевистское руководство к пониманию того, что необходимо расширить социально-политическую основу режима и занять более терпимую политику. Но это уже особая тема и требующая дальнейших исследований. Спасибо за внимание. В рабочем порядке? В рабочем порядке. Да, как Дмитрий Юрьевич будет модерировать секцию «Ислам по-советски», я надеюсь, что вопросы и дискуссии пройдут потом. На самом деле, как это было уже сказано, мы очень благодарны немецкой науке, потому что немецкая профессура стояла в истоках Казанского университета. Такие фамилии, как Эрдман, такие фамилии Каготвальд, они стали основами российского исламоведения как в Казани, так и потом и в Санкт-Петербурге. И слово для заключительного доклада предоставляется доктору Эркерду Шульцу, профессору Института Востоковедения Университета города Лейпцига, Федеративная Республика Германия, и тема его доклада «Борьба с экстремизмом посредством и течень, и и тестень». Пожалуйста. Эйдварий Юрьевич, кстати, первыми директорами Института Востоковедения, сначала Азиатского музея, а потом Института, были немцы, примерно половина директоров, я 18-й номер директор был, а все первые были выходцы из Германии. Я предпочитаю говорить по-немецки. Дорогие друзья по-русски, я могу говорить по-русски и я. Я говорю по-русски 30 лет, и теперь меня не знают. Поэтому я бы хотел говорить по-немецки. Я хотел бы поблагодарить всех за приглашение и возможность предоставить мне слово. и хотел бы извиниться, если я не очень хорошо подготовлен. Сначала я настроил и прежде чем перейти к теме я бы хотела пару слов сказать о радикализме и несколько лет назад я преподавал арабский язык и говорю по-арабски. И я хотел сказать, что начинаю я от экстремиста. Что, собственно говоря, представляет экстремизм? Вопрос достаточно объемен. Что мы, собственно говоря, обозначаем в качестве экстремизма? Я бы хотела здесь парочку слов сказать о Мартине Листе, который предоставил понятие, рассмотрел экстремизм с точки зрения средины его понятия. То есть это такая середина, которая не позволяет развиваться ни правым, ни левым течением. института. И мы из истории Германии уже знаем примеры, когда экстремисты правосторонние или левосторонние попадают в среднем течении. В Германии нацисты были 10 лет в середине общества и в качестве средины общества определяли историю. И я всегда говорю, что только следующее поколение узнает, были ли мы экстремистами. коротенькое выведение к собственной теме. Мы хотели показать, как мы практически пытаемся преодолеть понимание экстремизма. Мы работаем и теоретически над темой. как арабисты мы можем экстремизму и радикализму. Как вклад нас как арабисты в преодолении проблемы терроризма? Первая вопрос, что есть экстремизм? Первый вопрос, что такое экстремизм? Я не даю ответ, это слишком долго. извините, техническая упородка. Возвращение? Я не знаю, что это. Кто-нибудь может помочь? Да, я все прекрасно работаю, извините, у меня техническая палатка. Мы создали специальный учебник арабского языка, и, собственно говоря, на пяти языках. В немецком, английском, персидском, фарси и индонезийском. Это электронное издание. И в настоящее время им пользуются люди из 140 стран. Так же и в Саудовской Арабии, и в Пакистане, и в Индонезии, и в различных странах. И мы говорим, что кое-что, что является экстремистским, обычно попадает в учебники. Например, кто-то говорит, материалы используются в Национальном моследовском институте Саудовской Арабии. И я попытаюсь, знаете, пример. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь можно посмотреть с точки зрения языка, а здесь английский версия. Вы можете это найти сами, здесь есть адрес, по которому можно посмотреть этот учебник в интернете. Если вы хорошо зайдете, то на арабском варианте будет это первый. Это очень хороший материал, потому что если вы посмотрите, то все, что в учебнике отражается, в английском или арабском, можно и прослушать. Учебник довольно хорошо опробован и нашел свою публику, он также хорошо издан. Это онлайн-тест. Кто хочет пройти тест, может это сделать в интернете. Итак, я уже сказала, учебник используется в 140 странах мира. Это, собственно говоря, один к одному. Что можно делать против экстремизма? Эта книга стоит меньше, чем затраты на одного солдата в Афганистане. Один немецкий солдат стоит, пребывание его в Афганистане за год, стоит миллион евро. И один солдат в Афганистане защищает 140 солдат в Германии. И я тогда сказала, что эта книга принесет меньше вреда, чем один солдат в Афганистане. Я уже сказала, что этот вариант есть в качестве книги. И если кто-то хочет посмотреть, может посмотреть интернет-версию и версию печатную. К сожалению, время. Спасибо вам за внимание.